Несмотря на то, что у них не было детей, Десмонд, Охотник и Сара, его жена, испытывали глубокую любовь друг к другу, что было очевидно всем, кто их видел. Пара поженилась, несмотря на жесткое противодействие родителей, и они стремились построить совместный дом. Они годами ждали ребенка и перепробовали все, что было в их силах, но все их усилия были тщетны. После почти двух десятилетий безуспешных попыток пара отказалась от идеи завести детей. Они смирились со своей судьбой и сосредоточились на том, чтобы создать прекрасные воспоминания о совместной жизни. Десмонд также сосредоточился на своем охотничьем бизнесе, записывая великолепные охоты, убивая крупную дичь и получая огромную прибыль. Пока однажды не произошло нечто совершенно неожиданное и пугающее. Десмонд, как обычно, отправился в лес на охоту, когда внезапно услышал странный звук, доносящийся издалека. Охваченный любопытством, он пошел в направлении звука, чтобы выяснить, что его издает. Он продолжал в том же направлении, пока не вышел на поляну и не обнаружил коробку у подножия дерева. Крик доносился из коробки. Приглядевшись повнимательнее, Десмонд в страхе отпрыгнул назад, когда заглянул внутрь коробки. Там был ребенок, но то, что лежало рядом с ребенком, заставило его вздрогнуть. Что ребенок делает посреди леса? Кто бросил его здесь? Десмонд удивился. История этого бедного ребенка печальна и наверняка заставит вас расплакаться. Вся история началась с Трейси. Трейси происходила из бедной семьи. Ее родители были бедными фермерами, которые едва сводили концы с концами. Поэтому им было трудно оплачивать обучение Трейси. Когда Трейси перешла в выпускной класс, ее родители, которые к тому времени были по уши в долгах, предложили ей бросить школу. Однако Трейси отказалась, зная, что если она это сделает, то навсегда останется в бедности. Она знала, что единственный способ вырваться из этого круга – получить образование. Поэтому, несмотря на их просьбы, она осталась в школе. Молодая девушка устроилась на работу на неполный рабочий день после школы. Она работала в ресторане быстрого питания, и оплата была по часовой. Однако со временем она поняла, что зарплаты недостаточно для покрытия ее счетов. Каждый пенни, который она зарабатывала, шел на то, чтобы оплачивать то или иное в школе и дома. И все же Трейси не сдавалась. Она была полна решимости выдержать все, работать не покладая рук, поступить в колледж и добиться успеха. Однажды, когда Трейси была на работе, она заметила, что новый клиент, мужчина, пристально смотрит на нее. Ему было под сорок, и на пальце у него не было обручального кольца. Когда Трейси подошла принять у него заказ, он улыбнулся ей. «Ты не заслуживаешь работать в таком месте», – сказал он ей. «Ты заслуживаешь лучшего». Трейси оценила комплимент и приняла заказ. Но то, что он сказал, засело у нее в голове. Покончив с едой, он дал ей огромные чаевые, больше, чем она зарабатывала за день. Она была так счастлива и поблагодарила его. «Не благодари меня, если ты дашь мне шанс. Я дам тебе еще больше и сделаю тебя счастливой». Он представился как Норберт. Обещанный им образ жизни показался Трейси заманчивым, а благодаря чаевым, которые он ей дал, она почувствовала, что он может снять часть бремени с ее плеч. После первого посещения ресторана Норберт стал его постоянным посетителем и часто оставлял Трейси огромные чаевые. Настолько, что она начала чувствовать себя обязанной принимать его ухаживание и делать все, о чем он ее просил. Поэтому, когда он попросил ее стать его девушкой, она согласилась. Однако их отношения были далеки от того, о чем мечтала Трейси. Они никогда не ходили на свидания. Вместо этого они встречались в мотелях. Когда они заканчивали, он давал ей денег. Трейси знала, что не любит его, и была уверена, что он не любит ее. Они были вместе только ради того, что получали друг от друга, и это глубоко ранило ее. Ей не нравилось то, что у них было вместе. Но она чувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как плыть по течению. Каждый раз, когда она пыталась разорвать эти душераздирающие отношения, что-то возникало, и у нее не оставалось другого выбора, кроме как обратиться к нему за помощью. Будь то школьная поездка, лекарства для ее матери, больничные счета для отца или постоянно растущая арендная плата. В последний раз, когда они были вместе, перед тем, как все рухнуло, Трейси осталась лежать на кровати, когда они закончили, и плакала, закрыв лицо руками. Затем Норберт достал пачку денег и бросил ее на кровать. «Продолжай быть хорошей девочкой, и я всегда буду заботиться о тебе», сказал он ей и вышел из гостиничного номера. В ту ночь Трейси рыдала на взрыд. Она поклялась, что это был последний раз, даже если ради этого пришлось остаться без крова и голодать. Несколько недель спустя она узнала, что беременна. На следующий день она встретилась с Норбертом в ресторане и рассказала ему об этом. Но он отрицал свою причастность к этой беременности. «Ты единственный, с кем я была рядом. Я ношу твоего ребенка, и ты это знаешь», сказала она, и горячие слезы обожгли ее веки. И тут Норберт взорвал сногсшибательную новость. Без малейших угрызений совести он сказал Трейси, что счастлив в браке, и у него есть дети, и ей придется прервать беременность. Затем он сунул ей в дрожащие руки несколько долларовых купюр и сказал, «Я уверен, ты знаешь, что делать с деньгами». С этими словами он ушел, не оглядываясь. Трейси решила не прерывать беременность, чувствуя, что было бы неправильно лишать будущего ребенка шанса на жизнь. Чтобы избежать каких-либо неприятностей для себя и своих родителей, которые не обращали внимания на ситуацию, она сбежала в соседний город. Там она жила в приютах и работала на нескольких работах, чтобы выжить. С течением времени беременность становилась все тяжелее, ей было трудно передвигаться и выполнять тяжелую работу. А поскольку она не могла работать, то и зарабатывать тоже не могла. Ей удавалось выжить только на те деньги, которые она скопила за последние месяцы. Во время беременности Трейси была совершенно одна. У нее не было доступа к медицинской помощи, и она не проходила никаких дородовых осмотров. Ей оставалось только молиться, чтобы у нее все получилось. Когда она наконец родила, это было неожиданно. Через несколько мгновений ей захотелось расслабиться, и она пошла в туалет. Там она почувствовала внезапное желание тужиться, и когда она отреагировала на это, из нее выскользнул здоровый мальчик. Она быстро позвала на помощь, и, к счастью, поблизости оказалась медсестра, которая помогла промыть рану и перерезать пуповину. Все поздравляли Трейси с такими чудесными родами, и хотя она улыбалась им, она не была счастлива. Она чувствовала себя виноватой за то, что привела ребенка в мир, полный страданий и предательства. Ей совершенно нечего было предложить ребенку. Именно тогда она решила, что ее ребенок не вернется домой вместе с ней. Итак, она взяла коричневую коробку, положила в нее красивую одежду и положила в нее ребенка. Она взяла коробку и пошла в лес. Единственное место, где, она была уверена, ее никто не увидит. Дойдя до поляны, она остановилась у подножия дерева и положила коробку туда. Затем в последний раз открыла ее и посмотрела на лицо своего маленького мальчика. Он был таким красивым. Она подняла глаза к небу, и горячие слезы обожгли ей глаза. Она не знала, что расстаться с ним будет так тяжело. Трейси вытерла слезы и поцеловала его в обе щеки. Затем, прежде чем мужество покинуло ее, она выбежала из леса, зная, что один из охотников, которые ежедневно ходят в лес, найдет маленького мальчика. Но через несколько минут после того, как она ушла, в коробку забралась змея. На какое-то время в лесу воцарилась тишина, пока маленький мальчик не начал плакать. Именно тогда Десмонт услышал его и проследил, откуда доносится плач до поляны. Десмонт подошел к ним, чтобы достать ребенка из коробки, как вдруг увидел выпрыгивающую из нее змею. Вскрикнув, он упал навзничь, выхватил пистолет и направил его на рептилию. Змея, однако, оставалась неподвижной, как бы давая понять мужчине, что он здесь только для того, чтобы помочь. Решив, что змея не хотела причинить вреда, Десмонт осторожно опустил пистолет, давая понять змею, что может ему доверять. Возможно, змея поняла, потому что она осторожно выползла из коробки и скрылась в лесу. Десмонт взял малыша на руки и сразу же влюбился в него. Он забыл о своих ловушках и отнес сверток с радостью домой, к своей жене. Для нее это тоже была любовь с первого взгляда. Они усыновили мальчика и назвали его Мун. Они жили счастливо, как семья, никогда не забывая о змее, который изо всех сил старался защитить беззащитного малыша. Итак, что же случилось с Трейси и Норбертом? Никто не знает наверняка, но я уверен, что однажды Норберт заплатит за все свои злодеяния. Что касается Трейси, где бы она ни была, я надеюсь, она знает, что ее сын счастлив и реализован.